Всем привет! Вы на канале Industrial Tool и сегодня я хочу поговорить про патроны шуруповертов. И конкретно это не про сами патроны, какие там бывают, не бывают, а про определенный нюанс, который присутствует в некоторых патронах. А в некоторых патронах этого нюанса нет. С чего вообще все началось? Как вы знаете, был я на Mitex и как раз перед самим Mitex попался мне в YouTube-е ролик с канала Стройплощадка, где парни рассказывали про свой инструмент Milwaukee. Там был Александр, он занимается сантехникой и сварочными работами в городе Москве. У него очень много, большая, так сказать, коллекция инструмента Milwaukee. Ролик пятичасовой, смотреть его времени не было. Я его скачал себе в телефон, чтобы посмотреть его в поезде. Как раз по дороге в Москву время свободное было. И как раз в этом ролике, на моменте, когда Александр рассказывал про свои шуруповерты, он показал вот этот нюанс, о котором вот я лично не знаю, к стыду своему или не к стыду. Ну вот реально я об этом не знал. Вот предлагаю посмотреть. Момент с патроном какой. Здесь специальный патрон идет, ну как на многих технологии, это до зажима. То есть не просто затягиваем, как на старое. То есть мы слушаем щелчки до упор, насколько мы можем. Затягиваем и назад мелкий щелчок. Все, и сверло у нас в процессе сверления не будет этот вылетать. После этого я этот момент обсудил с товарищем своим. Привет, Серега из города Тихвин. Привет, Серега. Смотри, на обычном патроне, даже вот на 330-й бреде, та же самая фигня. Вот щелкнуло, затянули и назад чик переключили. То есть вот оно. В этом режиме мы трещотка и назад отстегнули. Он мне присылает еще одно видео. Я не думаю, что мне нужны две руки. О, я не закрепил мою шуруповерту. Вы знаете, когда вы закрепите шуруповерту, вы даете шуруповерту. И потом возвращает обратную сторону немного, и это должно закрепить его. Ну, естественно, после этого я решил проверить, работает ли это на моих шуруповертах на рабочем. Сначала я проверил это на своем 333-м шуруповерте на работе. Там эта система работает. И я удивился, потому что я раньше думал, что у меня уже, как говорится, износился патрон. Просто затягиваешь биту, поработаешь немножко, там полдня, и бита начинает ослабляться, патрон начинает ослабляться, и бита выпадает. Я думал, ну все, патрон пора менять, уже он ослаб. А на самом деле, когда мы проделываем эту процедуру, защелкиваем, и бита перестала выпадать. Также в интернете, в комментариях можно много где увидеть, прочитать, что вот, например, рем, патроны нормальные, а патроны якива японские, там, типа, не очень. Да бывает у кого-то закусывает конкретно биту. Я не знаю, помогает ли этот момент от закусывания, когда биту настолько закусывает, что невозможно и патрон разобрать. Может быть, тоже это происходит из-за того, что человек не проделывает данную процедуру. Этого не могу сказать. Хочу, может, кто с этим сталкивался, напишут в комментарии. Также, я думаю, это видео будет многим полезно. Ну, 50 на 50. Я думаю, большинство об этом моменте знали. Я, например, вот лично я не знал. Давайте посмотрим, есть ли такие моменты вот в различных патронах. Патроны у меня здесь разные. Начнем мы. Это аккумуляторная старая дрель 2013 года. Вот здесь указано, 13 год. Девольт, модель DCD710. Патрон здесь неизвестно какой фирменный, но скорее всего здесь рем. Хотя на нем ничего не написано. Давайте проверим, как он затягивается. Затягивается он с трещоткой, со щелчками. Вот мы затянули. Но назад нет. Вот этого момента здесь нет. То есть щелчка не происходит никакого. Давайте попробуем его открутить. Здесь, кстати, может быть, внутри что-то написано на нем. Здесь, кстати, торкс. Резьба, как всегда, у всех левая. Поэтому здесь нужно крутить в ту сторону, как будто вы закручиваете. Вот такой винт. Берем шестигранник. Обязательно нужно поставить на сверление и на второй режим. И берем кияночку. Открутили патрон. И видим здесь надпись. Здесь просто дата 2013 год написано. То есть неизвестно, что это за патрон. Откладываем. Идем дальше. Makita. Модель HP330D. Модель 2015 года. Конкретно это. Здесь тоже на патроне. А, нет. Здесь написано Japan. Makita Japan. Здесь, скорее всего, патрон стоит в компании Yukiwa. А, как здесь. Пробуем затянуть. Здесь вообще трещотки нет. И назад тоже этой функции нет. О которой в ролике в том рассказывается. Вот просто затянули. И все. Назад не перещелкивается. Ну, кстати, вот что на этом шуруповерте. Что вот на этом. У меня много лет. Проблем не испытывал никогда. Не закусывало у меня ничего. Давайте тоже открутим. Здесь уже отвертка под шлиц. Бывает очень сложно открутить эти винты. Иногда необходимо в тисках удерживать. Затянули. Вообще, желательно, конечно, аккумулятор снимать. Чтобы вы тогда откручивали, не включили питание. И этим ключом ничего не повредили. Открутили. И да, здесь присутствует надпись Yukiwa. Yukiwa Seiko Incorporated. Made in Japan. И также 15-й год. 0107. Ну, либо 01-й месяц, либо 07-й. Лог. И артикул 766-003-1. То есть, Макитовский артикул. Потому что прямо на патроне есть надпись Макита. То есть, компания Yukiwa делает эти патроны конкретно для компании Макита. Есть вот такой патрон. Патрон Made in Japan. Тоже компания Yukiwa Seiko Incorporated. 20-го года выпуска. Патрон этот, ну, здесь он прикручен уже к переходнику для SDS+. То есть, в перфоратор его можно вставить. Образно говоря, мы можем его превратить перфоратор в дрель. Но нам сейчас это не нужно. Также такой патрон продается отдельно, без этой насадки. Отличается этот патрон от всех остальных тем, что у него есть юбка. И такой патрон можно применять в шуруповертах, у которых нет блокировочной муфты. То есть, о чем я говорю. Видели, когда мы затягиваем? Когда мы затягиваем патрон, у нас не крутится, не прокручивается. А есть шуруповерты, в которых этой блокировочной муфты нет. И вы будете вот так крутить патрон, и постоянно будет прокручиваться муфта. Но это, вот, наверное, сделано для чего. Видите? Она прокручивается, и мы патрон не можем затянуть. Именно для этого на самом патроне присутствует юбка, за которую можно удерживать и затягивать биту. Вот мы за эту часть держим, этой затягиваем. Здесь вообще никаких челчков не происходит. И также нет вот этой фишки с обратным откручиванием. То есть просто затягивается и просто расслабляется. Разобрались. Аккумуляторная дрель DDF-453, 21-й год выпуска. И здесь уже патрон установлен не японский, а немецкий. Компания Рём. И вот именно в этом патроне уже эта фишка присутствует. Давайте я вам ее покажу. Затягиваем. Слышите характерные щелчки. Патрон затянулся. И теперь необходимо провернуть его назад. Слышите? Челчок произошел. И вот таким образом мы его заблокировали и он самопроизвольно не раскрутится. И также просто откручиваем. Просто бывает, когда я просто у себя это замечал на некоторых патронах. Мы вот затянули. Назад не разблокировали. Работаем. произошло там не знаю какая-нибудь затяжка или расслабление. И начинаем мы откручивать. И патрон начинает как-то с хрустом откручиваться. И вот это происходит именно скорее всего из-за того, что мы не сделали вот эту процедуру. Не отчелкнули. Вот нужно отчелкнуть и продолжать работать. идем далее. И давайте посмотрим последний патрон это DF-001 21 год выпуска 11 месяц. То есть на месяц младше вот этой. Здесь патрон установлен от компании Yukiwa Made in Japan. патрон металлический в отличие от всех остальных. Это самый дорогой патрон. У Рём компании также есть существует тоже металлический патрон который устанавливается на Двольтах на самых мощных дрелях. Затягиваем. Вот он со щелчками затянулся и назад. Нет. Вот. Видели? Оп. И переключился. И теперь можно работать. Также он легко откручивается. Затянули. Назад. И легко. Кстати вот этот патрон самый лучше всего как по мне крутится. Вот эта часть откручивается прямо так четенько ровненько. Закрутили. Расслабили. Работаем. Если этого не сделать то скорее всего во время работы может ослабиться и оснастка будет выпадать. Напишите в комментариях кто знал про эту функцию патронов кто про нее не знал кто знает про нее что-то больше чем я какие там на что это еще влияет для чего это сделано буду ждать ваших комментариев я читаю все ваши комментарии стараюсь всем отвечать скажу так как говорится век живи век учись я вот например лично не знал эту фишку и не стыжу этого ну а на этом спасибо всем за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока что вы не что вы вы не вы не